МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом новом приложении от Мособл.ЕРЦ онлайн можно оплачивать платежи за коммуналку без комиссии, передавать все показания приборов, управлять несколькими лицевыми счетами. Также в личном кабинете можно вызывать сантехника, получать справку, направить обращение или запрос. Приложение будет доступно как в Плеймарке, так и в App Store. Регистрация несложная, достаточно номера телефона и лицевого счета. Представители старшего поколения могут рассчитывать на помощь. Молодежь очень активно начал рассваивать, а старшему поколению данное приложение будет помогать рассваивать на встречах в рамках проекта «Активное целого летия», а также в офисе и визитах. В этом сезоне привить от гриппа планируется более 206 тысяч жителей Одинцовского округа. Это 75% населения. Большая часть – 166 тысяч взрослые. В первую очередь это сотрудники сфер образования, здравоохранения и пенсионеры. На сегодняшний день рекомендованы основные три препарата для вакцинации. Это российский производитель, препараты ориентированы на три штамма гриппа – А, H1N1, H3N2 и B. Всего за три дня прививочной кампании ее участниками стали более 12 тысяч человек. Планируется, что ежедневно прививку от гриппа будут делать 2,5 тысячи жителей округа. Минимальный возраст – 6 месяцев. Там цех и там цех. Там 500 метров, там тоже. Еще один важный пункт рабочего распорядка глава Одинцовского округа в Звенигороде посещения предприятия. Компания «Триумфпак» производит бумажные пакеты для кафе быстрого питания с мировым именем. Но пандемия отразилась и на ней. Впрочем, это временная трудность, уверен собственник предприятия. Куда важней земельный вопрос. Один из запросов, который прозвучал от собственника компании, от Алексея Николаевича, подыскать здесь, в Звенигороде или в ближайшей локации земельный участок для создания нового производства, для расширения вот этих мощностей, которые здесь есть. Тем более, что это еще и все находится в аренде. Нет собственного земельного участка или собственных объектов недвижимости. Компания работает с 2000 года. В ней трудится 60 человек, многие с момента основания. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов дал поручение профильному заместителю подыскать подходящие варианты и обсудить их с собственником предприятия. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.